Всем привет! Меня зовут Настя и вы находитесь на канале, посвященном вязанию и теплым вещам, созданным своими руками. Сегодня будет видео, посвященное воротничкам, крючком и спицами. Будем вместе вдохновляться и узнаем что-то новое, возможно и полезное. Я проделала в очередной раз немалую работу в поисках всего самого интересного и полезного и в сегодняшнем видео будет подборка фотографий из инстаграм, будет целая новая папочка на пинтерест, посвященная воротничкам, крючком и спицами. Также поделюсь с вами бесплатными описаниями на сайте Ravelry, ну и какие-то из них будут не в свободном доступе, но очень симпатичные, возможно на них стоит обратить внимание. И также оставлю какие-то полезные мастер-классы на ютюбе, посвященные воротничкам. Думаю, что эта информация тоже будет для вас полезной. Мода очень циклична и воротнички носили в разные года и разные поколения, я думаю, что если вы спросите даже у своих бабушек, то они вам скажут, что да, и у них в их молодости воротнички тоже были в моде, поэтому я думаю, что к этому аксессуару действительно стоит присмотреться, тем более, какое разнообразие их существует, мы сегодня с вами убедимся. Ну и, конечно же, я буду подсматривать в ноутбук, в сохраненных и показывать вам картинки, поэтому сейчас немножко перемещусь по экрану куда-то в бок, чтобы вам получше были видны фотографии. Ну и, конечно же, как обычно, в конце видео вас ждет слайд-шоу под музыку, и там я покажу все, все то, о чем мы сегодня с вами поговорим. И давайте, наверное, мы начнем с папочки на Пинтерест. Конечно же, все ссылочки будут в описании к видео, заглядывайте туда, если вы зашли в мою папку на Пинтерест, можно войти в фотографии, и есть вероятность того, что вы найдете там бесплатное описание или какой-то ролик на Ютюбе, который пойдет вам в помощь. И давайте приступим. В поисках идей для сегодняшнего видео я сделала такое наблюдение, что в основном самые интересные описания и картинки, касаемые воротничков, связанных крючком, присутствуют на сайте Пинтерест. На Пинтерест довольно мало именно воротничков, связанных в список, зато их много в Инстаграм и много их на сайте Равлари в качестве описания. И начнем мы с Пинтерест. Буду рассказывать по порядку все, что мне здесь понравилось и каким я это вижу. Давайте сначала еще поговорим о пряже, с которой я бы лично вязала воротнички. Ну, конечно же, начиная от хлопковой пряжи, если это какой-то очень ажурный и романтичный воротничок, то можно вязать его из какой-то совсем тонкой пряжи, типа ирис. В описании же встречается очень и очень разнообразная толщина пряжи, все зависит от вас. Также воротнички могут быть и зимними, и они могут быть из какой-то шерсти, они могут быть из мохера, но, конечно же, мы учитываем то, что это должна быть пряжа, которая не принесет вам дискомфорта, а пух, который не будет лететь вам в глаза и в лицо. И это мы учитываем обязательно. Наверняка у вас возникнет вопрос, что за воротничок на мне, к сожалению, его вязала не я, это воротничок с китайского сайта Таобао, но он очень симпатичный и мне действительно подходит под очень многие образы. И воротнички из своей коллекции я тоже покажу вам в конце этого видео. Еще какую бы пряжу я использовала для воротничков, если вы носите очень базовые вещи в гардеробе в зимний, осенний, весенний, летний период, однотонные вещи, то вполне можно их разнообразить каким-то ярким воротничком. Из секционной пряжи или просто яркой пряжи это будет отличным-отличным акцентом. И это будет уникальная вещь, которую вы не найдете ни в одном магазине. Мне кажется, это для нас, людей творческих, очень-очень важно. И приступаем. Начнем с первого воротничка, вязанного крючком. Он один из самых простых. Здесь такой узор, как мне, напоминает очень морские раковины. И я думаю, что с теми, кто вяжет крючком, повторить такой будет совсем несложно. Следующим у меня идет ссылочка на мастер-класс на ютюбе. Он, конечно, к сожалению, не на русском языке, а на турецком. Но здесь очень интересные техники. Во-первых, это воротничок вязаный спицами с обработкой крючком. Мне кажется, это очень изящно выглядит. И поверху полотна еще есть небольшая вышивка. И мне кажется, что вязаные воротнички спицами могут служить основой для вашего дальнейшего творчества. Если воротничок гладкий, просто связан лицевой гладью, по нему можно прекрасно делать какую-то вышивку и по петлям, и просто какими-то стежками, любыми, которые вам нравятся. И это может быть что-то такое очень романтичное, какие-то цветочки. Но может быть и что-то такое весьма авангардное, если вы такое любите. Так что я переходила уже на посылочки. И там действительно мастер-класс. Еще мне попалась ссылка на сайт, на котором представлены несколько вариантов бесплатных описаний воротничков в крючком. Возможно, если вы читаете схемы, но не владеете английским языком, это вам тоже будет интересно и полезно. Поговорим немножко о цвете. Классически, конечно, воротнички будут либо черные, либо белые, но они очень здорово выглядят в разной цветовой гамме. И какие-то бежевые и коричневые оттенки тоже здорово будут смотреться, например, на светлом фоне. И здесь пример воротничка, в котором присутствует сразу два цвета. Это молочный такой цвет какао. Очень симпатичный, и мне именно нравится то, что здесь присутствуют два цвета. Еще хотелось бы поговорить о старых журналах. Конечно, я думаю, что если в вашей семье кто-то вяжет, возможно, ваша мама или бабушка вязала крючком салфетки. И мне в подборке, в рекомендованном, попался журнал «Валя Валентина». Я в свое время никакого внимания на него не обращала, но мне попался выпуск, посвященный именно воротничкам крючком. Если у вас такой номер есть, срочно его можно уже доставать и вообще пересматривать старые журналы, наверняка вас там ждет море вдохновения. И я даже уже пыталась найти этот номер где-то в букинистических лавках онлайн, но пока безуспешно. Мне стало прям очень интересно, возможно, он бы мне как-то помог. Азиатские журналы, они славятся своими кружевными, невероятными воротничками. Я выбрала самые необычные, самые интересные, на мой взгляд. И один из них связан такими красивыми мотивами, крючком в виде цветочков, которые потом соединены в воротничок. Он очень воздушный и симпатично все это смотрится вместе с завязочками, более толстыми. Очень понравился, я бы даже с удовольствием бы такой носила. Формы воротничков настолько разные, мы в этом с вами сегодня обязательно убедимся. Мне очень понравились фотографии воротничков какого-то даже, видимо, русского автора, хотя мне кажется, что они в таком японском стиле потрясающие. Я думаю, что я даже еще поищу какую-нибудь книжку или журнал, возможно, в просторах интернета попадется, именно посвященный воротничкам, вязанным крючком. Еще один вариант, очень классный, в таком карамельном цвете, и фотография прямо отражает то, насколько он может быть богем. Деть его, например, на бархатное платье, ну и он будет здорово смотреться с белой рубашкой, например, с какими-то широкими рукавами. Это будет очень красиво. И здесь есть схема, на один из них есть схема, второй просто представлен в виде фотографии. Ну, я думаю, что найти схему на такой воротничок не составит большого труда. Я, кстати говоря, прикреплю еще ссылочки на несколько сообществ, где я нашла много-много схем. Из старых журналов, и не только. Еще один воротничок белый, вижу его в каком-то таком накрахмаленном виде. Из более толстого хлопка, как мне кажется, связано. Выглядит он прекрасно. И похожий на него прямо сразу после идет. И вот этот, кстати говоря, кажется, связан спицами, ажурами. Я очень-очень хочу научиться вязать что-то такое. Я думаю, что, возможно, в таком маленьком аксессуаре ажурам не поддадутся, наконец. И посмотрим, что из этого выйдет. Еще воротничок, который мне встречался не раз, мне кажется, что он даже мне встретился в каком-то иностранном описании. Он как бы состоит из двух частей. Одна более широкая, вторая более тонкая. Вязанный он... Он связан спицами. И это шетландское вязание, ажуры. Очень-очень нежный. Представляю его как раз в шетландской шерте или в какой-то пряжа лэмпсволл. Мне кажется, он был бы и теплый, и очень-очень красивый. Воротничок в технике вафелька, вязанный крючком. Тоже выглядит очень стильно. И подойдет для какой-то структурированной одежды. Вполне, мне кажется, можно такой носить вместе с твидовым пиджаком. Очень понравился. И с техникой вафелька я как раз, как нельзя, кстати, знакома. Воротнички бабушкиными квадратами-треугольниками. Когда я увидела первый раз такой воротник в инстаграме, я не смогла пройти мимо. Я побросала все дела и связала свой первый. С удовольствием его, кстати, планирую носить. Думала, даже сегодня деть его для видео. Следующий воротничок очень мне понравился. Как раз своей примитивной вышивкой поверху. И присутствием двух цветов сразу в завязочках, связанных полом шнуром айкорд. Очень милая задумка и подойдет как для детского гардероба, так и для вашего. Идея классная. Можно воплощать в разных цветах. Подборка ажурных воротничков крючком может быть просто бесконечной. Единственное, что надо уметь, конечно, это надо уметь читать схемы. Я признаюсь честно, я делаю это с трудом. Поэтому всегда очень радуюсь, когда к схеме еще прилагается словесное описание. Но я над этим работаю и буду продолжать изучать эту тему. Потому что когда ты чего-то не умеешь, ты немножко себя в чем-то ограничиваешь. Я не хочу себя ни в чем ограничивать, что касаемо творчества. Поэтому все пробелы, которые у меня есть, я намерена восстанавливать. Заговорила о воротничке из инстаграм, который я уже показывала, мне кажется, даже не в одной подборке. Но покажу здесь его еще раз. Я вдохновилась, выполнила в другой цветовой гамме, но совсем не против, если бы он был и такой же яркий. А теперь мы переходим в инстаграм. Итак, друзья, в инстаграме живет мое вдохновение. Это воротнички вязаны спицами. Я в основном искала их там, потому что на пинтерест я их много не нашла. Но я уверена, что в инстаграме и можно найти огромное количество воротничков, вязаных крючком. Но здесь мы будем рассматривать в основном варианты вязаной спицами. У кого чаще всего можно встретить эти воротнички? У скандинавских вязальщиц. И они порой очень даже смелые и креативные. И первый воротничок, который будет в подборке, связан с спицами из секционно окрашенной пряжи. Мне кажется, он прекрасен. Он прекрасен своей простотой и акцентами в виде шиши, чая внизу. Очень-очень красивый. Я представляю его и в пряже дундага, и можно использовать для этого носочную пряжу. Если вы носите белые блузки или какую-то однотонную одежду, вот вам акцентное пятно в вашем образе. Еще, конечно, стоит упомянуть, что воротнички с спицами и узоры для них можно брать в книгах. И одну из них, конечно же, я вам сейчас покажу. Всеми любимые книги с японскими узорами. Конкретно в книге Хитоми Шида, большая книга японских узоров. Есть даже схема на один из воротничков. Он великолепен. Мне он очень понравился. Я даже вчера начала читать описание, но поняла, что из пряжи, из которой я задумывала вязать воротничок, он у меня не выйдет, потому что здесь нужна пряжа потолще. Но если занастся целью, то, конечно, все получится. И ажуры здесь великолепные. И можно их встретить на просторах Инстаграм в виде уже готовых воротничков. В этой конкретной книге узоров не так много, всего пара-тройка страниц, но все они заслуживают внимания. Так что если у вас лежит эта книжка, пора ее достать и связать отсюда какой-то красивый ажурный воротничок. И я все это к чему? Потому что у меня есть фотографии, сохраненные в Инстаграм, на которой воротничок именно такими ажурами. Мне кажется, что вполне вероятно, что это ажур из японских книг. Воротничок белый, объемный, крупный и он очень красивый. Еще сохранила фотографию в качестве примера. Мне не очень нравится исполнение этого воротничка. Но как сама задумка, что можно на воротничке вышить по петлям. Любые понравившиеся картинки, узоры. Ну и, конечно же, сделать какую-то вышивку. Лицевой гладью или вышивку по петлям. Тоже будет выглядеть очень симпатично. Простой воротничок, лицевой гладью, у которого по краям идут рюши. Мне очень понравилась его форма. И пуговка под джемчук. Все очень лаконично и будет очень выглядеть стильно. С какими-то минималистичными образами. На следующей фотографии представлены цветные воротнички. Посмотрите, как здорово они выглядят в цвете. Мне кажется, что вот такие акцентные вещи в зоне возле лица выглядят очень здорово. И еще один шерстяной воротничок с пиццами, с шишечками, с ажурами. Очень лаконичный и очень-очень красивый. Конечно, он подойдет и под какие-то вязаные изделия, и под рубашки или что-то такое. Как здорово выглядят еще простые воротнички с контрастного цвета завязками. Вот этот вроде бы такой простой, но в этом случае завязки делают на нем какой-то определенный акцент. И дальше идет пример, как как раз выглядит воротничок вместе с рубашкой. Мне кажется, это очень стильно. И темные воротнички тоже могут быть в гардеробе. И еще идет пример как раз того самого воротничка, на который есть схема в книжке Хитона Шейда. И здесь он выполнен в таком цвете лаванды. Потрясающе. Очень-очень нарядный. И вот надев просто такой воротничок, вы абсолютно измените настроение себе и своему образу. Дальше идет фотография воротничка, который мы только что видели в цвете асфальт. Только теперь он светлый. И пряжа, мне кажется, здесь немного потолще. И он прекрасен. Он прекрасен своей формой и ажурами, и тем, что здесь такая пуговка акцентная. Еще один пример похожего воротничка с бархатными завязочками. Тоже выглядит очень стильно. Нашумевшие воротнички от скандинавских блогеров. Я когда просматривала сайт Ravelry, вообще там довольно много воротничков, связанных с петельсами. Но акцент идет на двух дизайнеров. Это Petit Knit и My Favorite Knitwear. Вот они выпустили похожие воротнички. Только один ажурный, а второй нет. И количество проектов по этим описаниям намного выше, чем у всех остальных. Они простые, лаконичные. У них акцент делается еще на какой-то красивой пуговице. Если у вас вдруг есть какая-то одна красивая-красивая пуговица, ее можно применить в этих воротничках. У меня в подборке будет от одного дизайнера в двух цветовых сочетаниях. Шоколад и белый. Оба прекрасны. Еще один воротничок, схема которого есть на Ravelry. С такими симпатичными ажурными рекламными линиями. Можно их назвать даже так. Я думаю, что он довольно прост в исполнении. И прекрасно выглядит. Посмотрите, как здорово выглядит он с рубашкой, с воротничком, с тоечкой. Еще фасон воротничков, который мне очень нравится. Это с такими треугольными концами. И завязки в виде шнура и корта мне тоже очень импонирует. И здесь у этого совершенно простой дизайн. Без каких-либо излишеств. Простой, лаконичный. И я думаю, что такой воротничок даже подойдет для офиса. И воротничок, на который я особо обратила внимание, нашла его в бесплатном доступе на сайте Ravelry. Он ажурный, связанный с пиццами. Одна беда, описание на норвежском языке. И дальше у меня в подборке идет воротничок от Petit Knit в ярком розовом цвете. И мне кажется, что он будет хорош в любых цветовых сочетаниях. Это может быть и секционная пряжа, и яркая, и очень яркая, кислотная. И надеть такой воротничок на просто футболку. Еще подчеркнуть это в каких-то аксессуаторах или в бижутерии. Это будет очень-очень стильно. И воротничок, который попадался в самом начале подборки в Instagram, теперь идет с вышивкой. Очень контрастно, ярко. И посмотрите, как здорово выглядит все вместе в этом образе. Ну и последний воротничок, вязанный с пиццами ажуром в Instagram. Тоже очень понравился. Узоры наверняка можно найти в каких-то японских журналах с узорами. И теперь мы с вами перемещаемся на сайт Ravelry. Упомянула, что мода циклична. И к этой теме мы сейчас плотно возвращаемся, потому что в подборке на сайте Ravelry будет невероятное количество воротничков, вязаных крючком, родом из 30-х годов. Я в таком восторге пребывала, когда нашла схему в бесплатном доступе и узнала одновременно о существовании нескольких ресурсов, которые выкладывают антикварные схемы по вязанию и вышивке. Воротнички я сейчас сразу объединю их, и потом мы пойдем уже к другим схемам. Посмотрите, насколько они красивые. Насколько они актуальны. Мне кажется, они абсолютно вне времени. Мне очень понравились воротнички в технике филейного вязания. Ох, просто хочется вздохнуть, насколько они красивы. И формы актуальны. И насколько они разнообразны. Описание я проверила. Описание и схемы на воротничке есть. Просто там нужно будет зайти на сайт и пролистнуть до нужной страницы какого-то журнала. И они прекрасны. Я, кстати говоря, даже здесь нашла один воротничок, который, мне кажется, вот сейчас существует именно в описании. Не знаю, указано там авторство, но мы с вами рассматривали нечто подобное в инстаграм. Обратите внимание, просто здесь, конечно, картинка не цветная и весьма скудного качества. Но они очень сильно похожи. Просто очень и очень. И какие разнообразны были в 30-е годы воротнички. Они, правда, заслуживают особого внимания. И минималистичные. И какие-то немножко в стиле ар-деко, как мне кажется. И ажурные. Филейные вязания просто невероятные. Воротничок с листиками просто влюбил меня до беспамятства. Очень красивый. Не уверена, что я способна его повторить, но мне он действительно очень понравился. Так что обязательно заходите в подборку на Ravelry. Ну, а если вы не владеете языком, как правило, все подкреплено схемами. Если вы умеете читать схему, то вы с этим справитесь. Ну, а если нет, тогда я оставлю вам еще в описании наверняка какую-нибудь ссылку на перевод терминов по крючку и спицами, чтобы вы смогли смело с этим разобраться. Ну, и теперь переходим к воротничкам. Будет всего несколько воротничков, вязаных спицами. Первые два в розовом цвете. Так получилось, не знаю почему. Ажурные, красивые. И думаю, что как минимум один из них не такой сложный. Я смотрю на них с этой точки зрения, потому что мне очень хочется обзавестись новым воротничком, но я пока не знаю, насколько я способна на какие-то невероятные ажуры. Следующий вариант очень простой. Это, по-моему, я так навскидку могу сказать, что это связано петлями с двумя накидами. Очень простой, и он присутствует в бесплатном доступе. Подойдет под какие-то простые образы, если хочется какого-то разнообразия. И следующий воротничок в бесплатном доступе с сайта Garn Studio бренда Drops. Заходите, скачивайте и вяжите. Несколько воротничков ажурных от каких-то японских дизайнеров. Они все разные, их такое множество. Все очень красивые, и мне кажется, что они прекрасно выглядят с какими-то романтичными платьями. Еще один интересный по форме воротник. Похож на какую-то английскую шаль. Необычный, к сожалению, отвязов я на Ravelry не увидела. Но он есть в бесплатном доступе, и вполне можно к нему просмотреться. Он такой воротничок-небольшая треугольная косынка. Детские воротнички ажурами, косами выглядят великолепно. И в подборке вот еще один из них. Я уже упоминала о том, как мне нравятся воротнички из махеровой фряжи. И вот здесь представлен один из таких. Связан он платочной вязкой или изнаночной гладью. Пока не могу точно сказать. Очень воздушный, очень красивый. Если вы вязали воротнички махером, отзовитесь, расскажите, как они в носке. Не лезет ли пух в лицо. Меня волнует очень сильно этот вопрос. Хотя у меня и лежит пряжа норка. В очень красивом цвете, с которой я бы с удовольствием связала воротничок. Но пока просто попаиваюсь. И еще один воротничок довольно простой. В полотне много лицевой глади. И просто идут такие дырочки в качестве акцента сверху и снизу. Тоже выглядит очень стильно. Вот этот воротничок, который я сказала, что там как регланной линии. В описании на равные. Оно платное. Но если присмотреться повнимательнее, мне кажется, с ним можно справиться самостоятельно. И вот этот воротничок, черно-белый, мне невероятно понравился. Это жаккард или вышивка по петлям, я пока точно не знаю. Но мне очень понравилась идея жаккарда в воротничках. Вы же знаете, как сильно я люблю жаккардовые изделия. Я бы с удовольствием обзавелась и прямо даже черно-белым. С вот такими вот крестиками. Ну или в каком-то другом цветовом сочетании. И еще один милый воротник, вязанный спицами. Здесь такой зубчатый край. Он наимилейший и, правда, подойдет под такой платье, как на этом фото. Еще нашла целый сет из трех воротничков в одном описании. Я думаю, что если вы покупаете описание, это довольно выгодно. И как здорово выглядят они в разных цветах. Еще один романтичный воротничок, который надет на одежду прямо в тон. Скорее всего, там все вязанное. Тоже с зубчатым краем, но дизайнер другой. Но мне понравилась фотография, я решила вставить ее в видео. Воротнички с какими-то оборками и валанами. Тоже выглядят очень женственно и стильно. И вот один из таких вариантов представлен на фото. Конечно же, я вставлю фотографию оригинального воротничка с Петит Нит. Он прост. Я даже думала, не попробовать ли мне повторить его самой, без описания. Он действительно очень стильный и подойдет под многие вещи лично в моем гардеробе. Простые, широкие и не очень воротнички вязаны крючком. Простая какая-то довольно вязка, с которой наверняка могла бы справиться даже я. Есть в бесплатном доступе, тоже присмотритесь. Ну и милый воротничок, который я, кажется, видела в инстаграм на каком-то малыше. Но мне кажется, что он способен войти в гардероб и серьезной взрослой женщины. Он с такими дырочками. Лаконичный, простой и выглядит стильно. И в таких коричневых оттенках тоже здорово выглядит. Ну и воротничок, который мне не дает покоя, на который я уже скачала схемы и выяснила путем пропа и ошибок, что описание на норвежском языке. Пока думаю, что делать. Если вы вяжете по норвежским описаниям, дайте мне знать. Может быть, вы мне как-то в этом поможете. Для меня здесь сложно абсолютно все, но мне он очень нравится. Во-первых, это ажур, во-вторых, это довольно тонкий список, ну и в-третьих, это норвежское описание. Так что я буду учиться и пробовать. На этом подборка закончилась. Я надеюсь, что вы поймали какую-то долю вдохновения в этих фотографиях. Расскажите, вязали вы когда-то воротнички или нет? Чем вы их вяжете, крючком или спицами, с какой пряжей, это будет полезно и интересно многим. Тем, кто заклинула, остался в этом видео до конца. Я, правда, старалась. У меня была мотивация, потому что мне тоже хочется обзавестись какими-то новыми воротничками. Мне очень нравится добавлять их в свой гардероб. Действительно, стильный аксессуар. Если же вы их не носите, но у вас есть какие-то знакомые девочки или вы мама маленьких принцесс, то я думаю, что есть смысл к ним присмотреться и связать такой себе или подарок. На этом у меня, наверное, все. Обязательно заглядывайте в описание к этому видео. Вас ждут там две папочки. Одна на Пинтер и вторая на Равлари. Также я собрала целый почти плейлист из мастер-классов на Ютюбе. И к некоторым из авторов мастер-класса я вам действительно советую просмотреться. У них на каналах много полезных видео, мастер-классов по вязанию всяких разных аксессуаров крючком. Прекрасные даже мастер-классы мне чисто визуально очень понравились. Если вам это видео понравилось, поставьте ему лайк, пишите комментарии. Если вы вдруг взглянули на этот канал впервые, добро пожаловать и буду рада увидеться с вами снова. Также приглашаю вас к себе в гости в Инстаграм. Частенько в сториз я делюсь там каким-то мимолетным вдохновением, которое поймала здесь и сейчас. И надеюсь, что вам это будет тоже интересно. Ну а мы с вами увидимся уже в эту пятницу в привычном недельном вип-миксе. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok